Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, участники и зрители нашей онлайн-трансляции. Я очень рада участвовать в нашем вебинаре. И освещу вопрос морфологической оценки лечебного патоморфоза рака пищевода. Складывается оценка из двух этапов. Вообще наша работа, в принципе, она такая двухэтапная. Первым этапом всегда идёт макроскопическое исследование. Это очень важный этап, потому что именно на нём мы должны правильно подготовить операционный материал к фиксации, правильно выполнить вырезку для того, чтобы не потерять никакую диагностически важную информацию. Итак, если мы можем пропальпировать опухоль сквозь стенку пищевода, то мы можем вскрыть операционный материал от одного края резекции до другого полностью, затем расколоть операционный материал на планшете и фиксировать материал именно в таком состоянии. Если мы не можем пропальпировать опухоль, то мы не вскрываем просвет, целиком, как есть, операционный материал фиксируем, и затем тоже выполняем вырезку после фиксации. Фиксация материала в растворе формалина позволяет уплотнить все тканевые структуры, поэтому во время вырезки слои пищевода не смещаются друг относительно друга, соответственно, не нарушается топографическое соотношение этих слоёв и опухоли. Вот таким образом выполняется вырезка материала, практически всегда берётся в работу весь пищевод, весь резицированный участок, исследуется тотально. Также в работу обязательно берутся все группы лимфоузлов, которые, как правило, хирургия присылает нам отдельно с маркировкой в отдельных флаконов. В своей работе на макроскопическом этапе мы пользуемся эндоскопической классификацией рака пищевода. Это вот взято из японской классификации. Видим совершенно различные опухоли, и уже на этапе макроскопическом можем предполагать гистологический тип опухоли. Затем выполняется стандартная процедура проводки материала, микротомия, то есть это выполнение тонких срезов, их окраска и микроскопическое исследование затем следует. Патоморфологическое заключение включает в себя несколько обязательных пунктов, и предлагаю именно по ним пойти дальше. Итак, гистологические типы рака пищевода. Конечно же, подавляющее большинство, практически 70%, это плоскоклеточный рак. Как правило, это верхние и средние отделы пищевода. Затем оставшиеся три гистотипа, они примерно и составляют чуть больше 30%. Аденокарцинома, которая чаще, конечно же, встречается в нижнегрудном отделе. Она может быть ассоциирована с пищеводом Боретта, может быть не ассоциирована с ним. Затем вот два гистотипа. Аденосквамозный рак и нейроэндокринный. Это очень редкие гистологические типы. Аденосквамозный рак, если перевести на русский, железисто-плоскоклеточный. То есть это такой смешанный гистотип, в опухоль, в которой примерно в равных долях присутствуют два компонента. Плоскоклеточный компонент и компонент, представленный аденокарциномой. Причем различной степени дифференцировки. Нейроэндокринный рак для пищевода это редкая редкость. За пять лет работаю. Я в своей практике ни разу еще его не встретила. Затем мы обязательно должны указать в своем заключении уровень инвазии опухоли. Я думаю, все, конечно же, знают, что для пищевода, как и для любого органа с слоями, ТНМ-классификация основана вот на глубине инвазии в эти слои. И самое важное – это степень лечебного патоморфоза опухоли. Существует большое количество шкал, порядка 19. Используются они не только для пищевода, но также и для желудка, и для прямой кишки. Независимо от названия, все эти шкалы построены на одном и том же принципе. Сейчас расскажу, каком. И вот обозначу. Мы в своей работе пользуемся двумя шкалами Мандерта и Бекера. Наиболее удобные они для нас. И, значит, вот эти шкалы, как и любые другие, основаны на определении количества жизнеспособной опухоли в опухолевом ложе. Шкала Мандерт, она такая, достаточно грубая. То есть мы не учитываем какие-то мелкие, скажем так, процентные соотношения. Здесь достаточно грубо оценивается по преобладанию опухоли жизнеспособной или фиброза. Шкала Бекер, она именно процентная. То есть мы определяем долю жизнеспособной опухолевой ткани в опухолевом ложе. Ну и чтобы не быть голословной, покажу вам наши картинки, наши иллюстрации. Это, в общем, вот поле зрения патолог, который видит. И обратите внимание, значит, вот разные оценки лечебного патоморфоза. Мандерт-4 и Мандерт-3. При этом это частичный регресс. И вот если посмотреть именно на жизнеспособную опухоль, это вот такие вот тёмно-фиолетовые участки, то мы увидим, что вот на этой иллюстрации таких участков больше, нежели на иллюстрации с другой стороны. То есть и то, и то. Это частичный регресс. Но тем не менее мы видим, что соотношение жизнеспособной опухоли и окружающей стромы, ну вот всё, что мы видим, скажем так, розовым окрашенное, да, оно разное. И вот именно по вот этому соотношению мы ставим свою оценку лечебного патоморфоза. Очень интересные вот такие примеры. Субтотальный регресс. При стандартной окраске гемотоксилиным и азином мы видим, что на фоне вот этого розового фиброзного ложа, такого волокнистого, отдельные какие-то укрупнённые ярко-фиолетовые клетки. Но после лечения в пищеводе вообще может очень много всего происходить. Помимо регресса опухоли, там могут встречаться разные интересности. Это прямо вот на следующем слайде. Интрига такая. И вот в таких случаях, когда мы имеем дело с субтотальным регрессом, имеет смысл использовать дополнительные методы исследования. И вот на иллюстрации с другой стороны слайда как раз прекрасно видно, как опухолевые клетки светятся коричневым. Это экспрессия маркера, который именно является патогномоничным для плоскоклеточного рака пищевода. П-40. И вот он экспрессируется в опухолевых клетках. Всё вот это опухоль. И кроме того, на этом слайде мы можем оценить, что этот маркер действительно работает, потому что в эпителии, покрывающем слизистую оболочку пищевода, этот маркер тоже сработал. Значит, это действительно опухолевые клетки плоскоклеточного рака. И полный регресс. Вот мы видим стенку пищевода с участками фиброзной и грануляционной ткани. Вот обратите внимание на большое количество сосудов. Такого количества сосудов и такой плотности фиброзной ткани вот в этой части стенки пищевода, в принципе, быть не должно. Мы поэтому и предполагаем, что именно здесь находилась опухоль. То есть это опухолевое ложе, но в нём нету жизнеспособной опухолевой ткани. Мы имеем дело с полным регрессом опухоли. Кроме того, кроме фиброзы и грануляционной ткани, в опухолевом ложе могут встречаться отложения кристаллов холестерина, очаги некроза, скопления многоядерных гигантских клеток и народных тел, которые очень часто мы видим при плоскоклеточном раке пищевода, особенно ороговевающем, потому что эти милые гиганты приходят растаскивать роговые массы после того, как опухоль некротизировалась. Если мы имеем полный регресс после аденокарциномы, то можем наблюдать вот такие бесклеточные поля муцина в стенке пищевода. Вот примерно так это выглядит. И при сравнении вот этих шкал есть очень такой важный нюанс. Вот если мы говорим о крайних значениях этих шкал, то есть либо полный регресс, либо полное отсутствие регресса, то здесь легко вот эти вот крайние значения выставить. Большую проблему представляет вот серая зона такая. Это стадии регресса, степени регресса вот в середине. Очень сложно, просто поверьте моему опыту, очень сложно в процентном соотношении оценить на всю опухоль, с учётом того, что мы исследуем тотально, очень сложно подчас оценить именно в процентном соотношении. Ну вот, например, 9% и 10% это очень сложно отличить. Это можно, конечно, отсканировать все препараты и на гистологических вот этих сканах, на цифровых копиях препаратов сделать разметку, и тогда мы точно сможем это выяснить. Но это очень трудоёмко, энергозатратно, время затратно, и это невозможно делать в рутине. Поэтому вот 9%, например, и 13% на глаз отличить очень сложно. Поэтому вот мы используем две вот эти шкалы, потому что даже если, например, субъективно патолог оценит, что опухоли чуть больше, чем 10% и поставит ТРГ-2, то тем не менее это всё равно предполагает преобладание фиброзного компонента над эпителиальным. Поэтому вот мы можем, скажем так, вот с шкалой Мандерт подтвердить свою оценку по Беккер. Это взаимодополняющие шкалы. Одна другую не исключает, они именно работают вместе. Я думаю, что в нашем заключении, вот когда хирурги это видят, я думаю, что они тоже понимают, что мы вот сталкиваемся с такими сложностями в оценке, но вот именно поэтому обе шкалы и используем. Зачем нам всё это нужно? Были проведены исследования, они уже не новые, и по шкале Мандерт, и по шкале Беккер. Это клинически валидированные шкалы, потому что в исследованиях они продемонстрировали чёткую корреляцию между степенью лечебного патоморфоза и выживаемостью пациентов после операционного лечения, после предоперационной терапии. Но помимо первичной опухоли мы, конечно же, ещё оцениваем лимфоузлы регионарные и наличие в них метастазов, наличие регресса метастазов. Вот я вам сейчас продемонстрирую как раз интересный такой случай. Что-то у меня... А, вот указка есть. Посмотрите, вот мы видим на этой иллюстрации резидуальный лимфоузел, то есть вот его фиброзная капсула, остатки лимфоидной ткани. Но частично этот лимфоузел фиброзирован, но и кроме того ещё и есть жизнеспособная опухолевая ткань. То есть это метастатический лимфоузел с признаками частичного регресса. И был вот тоже в практике вот такой интересный пример. Вот это лимфоузел. И в синусе какие-то обнаружены были подозрительные укрупнённые клетки, которые было крайне сложно на гематоксилене и азине как-то интерпретировать. Это, в общем-то, могли быть и тканевые макрофаги. Но вот опять нам помогло иммуногистохимическое исследование. Очень красиво светятся опухолевые клетки в синусе лимфоузла. Но помимо метастазов в лимфоузле может быть полный регресс. Вот здесь мы видим скопление на фоне, во-первых, фиброза, остатки лимфоидной ткани, лимфоидные фолликулы сформированы. Вот на фоне фиброза могут ещё быть кальцинаты. Вот прямо их хорошо видно. А помимо метастазов и их регресса в лимфоузлах могут быть ещё другие процессы. Например, очаговый фиброз при туберкулёзе и гранулематозное воспаление при царкоидозе. И эти процессы тоже, конечно же, необходимо в лимфоузлах отличать и не путать их с опухолевыми процессами. И в заключении, как и предыдущие спикеры, я хочу отметить важность правильности определения степени лечебного патоморфоза, потому что это имеет клиническое значение. Очень важный показатель наряду, в принципе, и со стадии. При прочих равных степень регресса прогностически очень значимый показатель. Я благодарю за внимание своих слушателей.